Алексей Талай, предприниматель из Беларуси, мотивационный тренер, мастер спорта, член паралимпийской сборной по плаванию, отец четверых детей. В его сегодняшней жизни есть все, кроме рук и ног. Конечность Алексей лишился в 99-м году. Подорвавшись на мини, ему было 16. Последняя жертва Второй мировой войны. Так назвали его средства массовой информации. А он себя называет счастливым человеком. Меня зовут Алексей Талай. Я бизнесмен, отец троих детей, простой человек. И я хочу вам рассказать свою историю. В моей жизни был день, когда мой прежний мир рухнул. В один миг я потерял руки и ноги. Это случилось 8 мая, день завершения Второй мировой войны. Это была не разорвавшаяся мина, пролежавшая в земле и прождавшая меня более полувека. Тогда мне было 16 лет в 1999 году. В западных СМИ за вами закрепился такой эпитет, как последняя жертва Второй мировой войны. В этом смысле хочется спросить, как долго в вашей жизни длился тот период, когда вы действительно чувствовали себя жертвой? Долго ли он длился? Сейчас я сам пытаюсь понять, что это было. Был это несчастный случай, в общем, понимание вещей. Либо это было какое-то благословение, которое абсолютно изменило всю мою жизнь, внесло какую-то ясность, адекватность какую-то. И на самом деле, вы правильно отметили, некоторое время я себя и ощущал жертвой, и общество так реагировало, и какой-то ближайший круг, как к бедному, несчастному, которому нужна помощь, поддержка, подтирать сопельки постоянно. Но когда-то мне это надоело, и я начал действовать. Второй момент – это то, что, наблюдая за судьбой некоторых своих друзей и знакомых, которые, к сожалению, уже отправились на тот свет и совершенно не вовремя, когда они употребляли алкоголь, курили, какие-то наркотические средства употребляли, и вот так нещадно уничтожили свою жизнь. И тогда я понимаю, что, возможно, этот случай где-то предостерег меня, показал, что в этом мире есть куда более важные вещи, когда я столкнулся с детками с онкологией, которые в 6 лет теряли зрение, в 5 лет теряли конечности, и тогда мне было уже не до алкоголя. Я начинал думать, размышлять, зачем я, почему я, кто я. И вот это действительно, этот случай заставил меня заняться таком research, да, исследованием себя и мира окружающего. Но все-таки был какой-то момент в вашей жизни, который стал вот той отправной точкой, толчком, когда вы проснулись и поняли, что вы не жертва, что вы боец, как вы говорите в ваших интервью. Это любовь. Когда, знаете, вдруг ты осознаешь, что ты не чудовище, да, ты не вот этот ужасный инвалид, которым ты себя ощущаешь, да, в 16 лет лишиться конечности, когда только, да, все начинается, и ты буквально 2 месяца назад прошелся за ручку с девушкой, и, да, мир засиял новыми красками, и вот нету этих ножек, нету этих ручек, и ты сидишь замкнутый ежик, да, только меня не трогайте, только не смотрите на меня, не дай бог не засмейтесь надо мной, да, и вот девочка предлагает, да, тебе семечки, и ты понимаешь, ах, да она меня не боится, а вдруг, вдруг ничего еще не потеряно, и меня ждет впереди любовь, и вот тогда я начал действовать по-настоящему, когда я понял, что сегодня все зависит от меня самого, будешь ты вот унылым таким, да, амебой аморфной, либо ты будешь, как сказать, вот хозяином своей судьбы. Я начал подниматься, я стал спрыгивать со своей коляски почаще, пытаться отжиматься, пытаться делать какие-то физические, да, упражнения, начал прощупывать себя нового, да, и что я могу. Вы не просто научились заново жить в таком, ну, бытовом, что ли, смысле, не только добились каких-то спортивных успехов, но и стали действительно таким человеком мира, который ездит, вот, как вы решились на это, как вы почувствовали, что это ваша какая-то задача, миссия? Вы знаете, есть огромный, вот, огромный поток информации из внешней среды, в том числе вот наши медиа, социальные сети, те же, Facebook и так далее. Люди пишут удивительные просто отзывы, отзывы, которые помогают мне и моей семье в том числе вот двигаться вперед, добиваться еще больших результатов. Когда вдруг, столкнувшись на просторах интернета с каким-то нашим роликом мотивационным, люди, да, начинают брать себя в руки и пишут мне, Алексей, я за этот год достиг таких-таких-таких результатов. Родились детки, я думал только о себе, сегодня у меня совершенно другая ситуация, да? И тогда ты понимаешь, что действительно за тобой что-то есть, твоя история действительно может что-то дать, и, возможно, ты не просто так, дорогой ты мой человек, и живым-то остался. Ведь врачи не давали там шансов, что я доживу и до следующего дня. Повреждения моего тела были столь, да, вот, катастрофичны. Четыре конечности, осколки по всему телу, осколки в лице. И чудом ли выжил, либо с Божьей помощью, и сегодня я, да, должен что-то дать в ответ. И не то, что я что-то должен, я рад, я рад, если наша история, не говорю моя история, это история всей нашей семьи, моей супруги, моих детей, моих родителей, да, которые помогли мне, сами выстояли, да. Отец был, да, вот этот мощный стальной стержень, мать, голубка, орлица, да, которая над своим раненым орленком нависла, защищала его от всех невзгод. И сегодня мы идем с этим месседжем, да, говорим, люди, верьте в себя, любите друг друга, и все у нас будет хорошо, все будет в наилучшем виде. Я уверен, я чувствую, что вот мир, он на пороге глобальных перемен, чему-то хорошему и доброму. И хорошие люди работают в этом направлении, и все будет просто замечательно. Многие мои друзья даже говорили, слушай, ты предприниматель, грошей хватает, да, ты путешествуешь по всему миру, а те четвертые, зачем тебе этот спорт, боже мой, сиди там с пивом на диване, наслаждайся жизнью. Но нет, меня движет нечто, все вперед и вперед. Вот, кстати, о предпринимательстве вы обголвились, это тоже интересная тема. С той точки зрения, что мы ведь понимаем, что это достаточно такая жесткая, конкурентная среда, легко ли вам в ней находиться, и как вообще было отстаивать свое место под солнцем именно в предпринимательской среде. Я читала в ваших интервью, что нередко приходилось вам, к сожалению, услышать и какой-то шепот за спиной, и скептические какие-то взгляды, и сожалеющие взгляды. Вот как с этим справиться вообще было? Слава Богу, у меня были друзья, которые меня поддержали в нужный момент. Когда мы ходили по этим кабинетам, да, когда вдруг там перед нами вырастали ступеньки, и надо как-то было подняться в чиновничий кабинет. Тогда еще не было, да, так развита безбарьерная среда. И да, приходилось спрыгнуть с коляски, начинать подъем, да, к вершинам бизнеса. Буквально на своих вот этих маленьких ножках, опираясь на эту ручку, вот так вот по ступеньках, по грязи, преодолевая вот эти вот разговоры у тебя за спиной, мол, что этот инвалид тут приперся, что он хочет тут кому-то доказать. Может, у него там уже, да, на этой почве что-то не того. Какой он бизнесмен, боже ты мой, да. Но сегодня я достиг успеха в этом, на этом поприще. Сегодня я свои трудности воспринимаю своими лучшими учителями. Продолжение следует...